СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это самое большое количество питательных веществ. Еще раз такое бывает в момент цветения. Вот тогда-то и полезно собирать почки. Обрывать, понятное дело, жалко. Но сейчас идет период обрезки кустарников. Под секатор у черной смородины идут все ветки, которые лежат на земле. Самые темные, самые разветвленные. Это просто старые побеги. Потом вырезаем изогнутые, там, скорее всего, живет вредитель. Ну и, конечно же, все сухие и мелкие. Вот с этих веточек и собираем почки, которые потом бросаем в заварник и пьем душистый чай. Если быть точной, то это отвар. Полезный, который снижает артериальное давление, тормозит развитие злокачественных новообразований. Но не чай. Как готовить чай, расскажу в другой программе. Теперь давайте разберемся, что такое дача. Мой самый любимый вопрос в компаниях – сколько лет дача как явлением? Отвечают по-разному. 60, 80, более 100, 300 и даже 2 тысячи лет. Среди дачных задач называют решение продовольственного вопроса личный курорт. Однако бизнес-идея гораздо масштабнее. Дача – уникальное явление в мировой практике. Она возникла как политическое решение и тесно связана со служением государству. В следующем году российская дача отметит 700 лет. Слово «дача» происходит от глагола «дать». Родница с таким понятием, как подарок. Есть мнение, что дача – это царский подарок. Встает вопрос – за что и кому. Первые сведения о том, что правители стали раздавать земли на особых условиях, относятся к XIV веку. В 1323 году Иван Калита в духовной грамоте написал «А что есмь купил село в Ростове Богородческое, отдал семь Бориску Ворокову. А же иметь сыну моему, которому служите, село будет за ним. Не имейте ли, служите детям моим, село Атымут». Затем уже Иван Третий, Василий Третий и Иван Четвертый сделали дачу обычной системой поощрения. Таким образом, они отмечали служивое сословие и мелкопоместных дворян. Дачниками были опричники Ивана Грозного. Все ради того, чтобы ослабить власть и влияние слишком самостоятельных удельных князей Пскова и Великого Новгорода. Затем дачники осваивали присвоенные земли, раздавали участки в основной своей массе далеко от крупных центров. Так родились в России поместья и помещики. Затем Петр I посчитал, что для того, чтобы высшие чиновники не разъезжались по дальним поместьям на лето, а всегда оставались под рукой, надо отдать им землю под Петербургом. Таким образом, дачи стали приметы пригорода. Аристократия выбирала места вдоль трактов и водных коммуникаций. Основными дачными местами стали Царское село Петергов, Павловск, Гачино. До 1870 года дачное кольцо вокруг Санкт-Петербурга составляло не более 20 километров. Есть небольшой период в дачной истории, когда сам принцип дачи, раздачи земель прекратился. Он же поменял привычки общества, иерархию, моду, литературу. Это связано с развитием железной дороги. Хотя дорога Санкт-Петербург в Царское село была построена в 1837 году, это долгое время дачников не волновало. Но вдруг состоятельные россияне вместо Ниццы и Монако стали изучать родную страну. Кажется, у кого-то были сложности с выездом за границу. В ответ на это появились каталоги дачных мест Петербургской губернии. Во второй половине 19 века, чтобы стать дачником, нужно было иметь на это личные средства. Привычные дачные места не все могли себе позволить по финансовым причинам. Начинали снимать летние дома в отдалении от императорских резиденций, но вблизи со станциями. Причина – желание легко выбраться на концерт или на прогулку, а также главы семейств продолжали ездить на службу в столицу. Строительство новых станций и платформ происходило после обращения дачи владельцев с ходатальством в Министерство путей сообщений. Эти документы затем рассматривал Технический инспекторский комитет, который и решал, возможно ли возведение железнодорожных остановок, исходя из особенностей местности, стоимости строительства и экономической целесообразности. Зачастую железнодорожные платформы, например, такие как Мариенбург, Купчина, Кудость, были построены при участии самих просителей, то есть дачи владельцев. Дачное пространство растянулось на сотню километров от Санкт-Петербурга. Дача впервые стала массовым явлением. Именно магистраль сделала дачи обыденным явлением. В результате загородные участки проникли в литературу. Там герои Куприна, Бунина, Горького выясняли свои отношения. Появилось понятие «дачный муж». Женские юбки потеряли свою пышность, иначе трудно было выбраться из вагона. Элитарность высшего общества поутихла, потому что в одном поезде ехали все. Буржуазная дачная революция была прервана Октябрьской. С падением Российской империи на короткое время был отказ от дач, как от старорежимного проявления. Они превращались в пансионаты и санатории для нового правящего класса трудящихся. Дачи, воборот, вернул товарищ Сталин. Он вновь обратился к идее награждать выдающихся личностей, давая им дачи. Именно тогда появились знаменитые подмосковные поселки, дачные поселки художников, писателей. Это были крупные территории и дома. Посмотрите довоенный фильм «Тимур и его команда». Посмотрите, что это были задачи в ту пору. Или фильм «Сердца четырех», когда там курсанты военной академии на дачной веранде обучаются математике. Второй раз массовым явлением дача становится после волевого правительственного решения в середине 50-х годов. Партийные и советские органы обязаны были всемирно поощрять развитие коллективного садоводства трудящихся масс. Это был второй дачный рассвет. Участки теперь выдавали не только за выдающиеся заслуги, но и простым гражданам. Так страна решала больной послевоенный вопрос «Недостаток продовольствия». И вот тогда же тоже важную роль сыграли дороги. Идея дачи живет и сейчас. Проект «Дальневосточный гектар» вновь предусматривает бесплатную раздачу земель. Анализируя краткую историю формирования дачного пространства, видно, что единственные всплески популярности дач связаны с развитием транспортной сети. Конечно, важна и дачная инфраструктура. Продолжим все это обсуждать в следующий раз. Успехов вам на грядках и пейте чай из смородины в почеку. Очень полезно. Мечтаете о цветущем саде? Вам нужен цион. Цион даст вашим любимым растениям сбалансированное питание в нужный момент в необходимом количестве и без лишних хлопот. Цион способствует длительному и обильному цветению многолетних цветов и легкой адаптации рассады на новом месте. Натурально. С заботой о природе. Цветы на даче. Цион в придачу. 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 Цион в придачу.